ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, друзья! Привет всем зрителям, большим и малым, девочкам и мальчикам, всем мамам и папам, бабушкам и дедушкам. Лиль, всех поприветствовала? Никого не забыла, точно? Вроде никого. Ой, нет, с тобой же еще. Привет, Ирина! Привет, Лиль! Ну что, пора представить нашу передачу. В эфире главная детская передача на региональном телевидении. Теледетки. И сегодня будем веселиться, познавать мир, радоваться за успехи наших друзей. Отлично сказано! В новом выпуске теледеток смотрите репортаж из Центра детского творчества номер 2. Расскажем о танцевальном кружке. Продолжаем знакомить с самыми любимыми детскими писателями и их произведениями. Расскажем об афише для детей. Покажем излюбленный мастер-класс. И еще много-много интересного! Не переключайтесь! Каждый ребенок, кроме учебы в школе, имеет право на дополнительное образование. Так можно выявить его склонности к тем или иным направлениям, что позволит выбрать будущую профессию уже с раннего возраста. В Саранске работают большое многообразие кружков и секций. Так, в Центре детского творчества номер 2 их не меньше 20. Сегодня мы расскажем, как там готовят танцоров. Сосчитать, сколько танцевальных кружков и секций в Саранске пальцев не хватит. Детям и родителям есть между чем выбирать, ориентируясь на вкус, территориальное удобство и в целом кому что нравится. Один из любимых и популярных танцевальных кружков работает в Центре детского творчества номер 2. Называется он «Адажио». В Центре детского творчества эпиземное «Моя��� Энс» Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Сейчас готовят веселый номер под названием «Фиксики» на международный конкурс «Мир детства». Творчеством деток любуется весь город. Коллектив «Адажо» – постоянные участники городских, республиканских танцевальных фестивалей, праздничных концертов. Узнать всю телевизионную кухню изнутри, примерить кресло телеведущего и видеть себя по телевизору – мечта многих зрителей. А для учеников 4-го класса 29-й гимназии она стала явью. Недавно они побывали в гостях у нашего телеканала. Как делается телевидение? Они увидели своими глазами. Смотрите, как это было. Взгляда полный интереса и вопросов в мир телевидения эти ребята попали впервые. Желание заглянуть по ту сторону экрана, как рассказывают учитель и родители, родилась на одном из классных часов. Ведь все их дети знают, кто такие врачи, педагоги, пожарные, а вот кто такие журналисты и операторы. Эти профессии для ребят оказались новыми. Я сегодня узнал, как люди снимают на телевидении новости, прямые трансляции. Что тебе здесь понравилось больше всего, впечатлило? Мне больше всего понравилось так, как снимают эти прямые трансляции на телевидении. Дружно по коридорам редакции, поэтапно заглядывая в каждую комнату, в каждой кипит слаженная работа. Из монтажки в самое сердце канала, в аппаратную. С большим интересом ребята заходили в студию и даже попробовали себя в роли ведущего. Всем просыпающимся, уже проснувшимся, доброе утро. В студии Макеев Максим. В эфире программа «Народное утро». Работа на телевидении ребят заинтересовала. Но, как оказалось, быть журналистом, а тем более ведущим, совсем непросто. Когда я села на этот стул, я сначала растерялась, но потом все хорошо пошло. Я начала читать текст, и все было хорошо, и мне понравилось очень. Нужно иметь, ну, нужно хорошо, ну, без опинок уметь разговаривать. Нужно хорошо, например, если ты хочешь стать программистом или монтажером, то нужно учиться математике. Надеемся, что такая мини-экскурсия не оставила ребят равнодушными. И теперь в 29-й гимназии будут подрастать будущие журналисты и телеоператоры. Лиля, прежде чем представить нашу следующую рубрику, я хочу дать тебе загадки. Отлично, давай, это весело. Но загадки не простые, а по мотивам известных детских произведений. Слушай, что за насекомое всех лесных зверюшек перепугал, кроме храброго воробушка? Так-так. Наверное, это таракан-тараканище. Верно, и еще загадка. Не умытых он ругает, полоскаться заставляет. Труба чисто, 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 чисто умывает. Ну, это совсем проще простого. Мой дадыр. Молодец. А кто написал эти произведения, знаешь? Конечно же. Это же наш великий Корний Иванович Чуковский. Все же знают его произведения чуть ли не наизусть. Хочешь, прочитай и я отрывок. С удовольствием послушаю. Добрый доктор Айболит. Он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться. И коровы, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. Всех излечит, исцелит. Добрый доктор Айболит. Отлично. А тем, кто пока еще не знаком с Чуковским, хотя я уверена, таких совсем мало, библиотекарь Ольга Киселева расскажет о его жизни и творчестве. А тем, кто хорошо знает этого замечательного писателя, думаю, будет приятно вспомнить его бессмертные детские произведения. Здравствуйте, уважаемые взрослые! Здравствуйте, милые дети! Сегодня я вам поведаю еще одну удивительную историю. В Москве, недалеко от поселка Переделкино, теперь это уже район Москвы, в небольшом доме жил удивительный человек, которого знала вся страна. Это Корней Иванович Чуковский. Если мы посмотрим на его портрет, то увидим, что сидящий человек, с крупными чертами лица, с большим любопытным носом, с щеточкой усов и такой любопытный, такой веселый у него взгляд. Но Корнеем Чуковским он стал не сразу. Был просто мальчик Корнечуков Коля. Родился он в 1882 году, 31 марта. Родился в Петербурге. Но когда Коле не было еще трех лет, папа от них ушел, и они с мамой и сестренкой переехали в Одессу. Семья жила бедно, но все-таки маме удалось устроить своих детей в гимназию. Но вышел царский указ о кухаркиных детях, где Колю из пятого класса отчислили за то, что он был из бедной семьи. Начались тяжелые времена. Коле пришлось подрабатывать. Он работал, красил крыши, помогал распутывать сети рыбакам, просто развешивал афиши по городу. Ну а в свободное время он бежал в библиотеку. Детским писателем Корней Чуковский стал случайно. Однажды заболел его сынишка, и пришлось ехать поездом. Сынишка капризничал, и под стук колес у Корнея Чуковского родились такие строки. «Жил да был крокодил, он по улицам ходил, по-турецки говорил, крокодил, крокодил, крокодилвич». Эти стихи были опубликованы в 1916 году. А потом появились «Тараканище, мой дадыр, телефон». А есть у Чуковского сказка, которую он написал всего за один день. И когда подошел к концу, то пустился в пляс. Это, конечно, муха-цокотуха. А вообще, Корней Иванович Чуковский любил разыгрывать перед детьми целые представления. Однажды Валентин Берестов пришел в детский сад, чтобы почитать детям стихи. Но дети попросили его спеть, станцевать и поиграть с ним в рифмы со словами. Уставший от танца Валентин Берестов подошел к воспитателю и спросил, почему он пришел к детям, чтобы почитать стихи. А дети заставили его целый концерт разыграть. Воспитатель угнулась и сказала, что накануне у них был Корней Иванович Чуковский. И, как обычно, разыграл с детьми целое веселое путешествие, целое веселое представление. В Переделкино у Корнея Чуковского был дом, а сзади дома была специальная площадка, где он устраивал костры для детей. На эти костры, на эти праздники он приглашал певцов, писателей, актеров. Всегда там было очень весело. Однажды Агния Барто спросила, ребята, а кто лучше из вас знает стихотворение муха Цокотуха? И вдруг раздался громкий голос. «Я!» Это кричал Корней Иванович Чуковский. А еще рядом со своим домом он открыл библиотеку на свои средства. Библиотека была детская. С удовольствием там бывали дети. Он понимал, что ребенок не может долго сидеть тихо, и поэтому им можно было ходить, бегать, громко читать, лежать на полу и играть в шахматы. У Корнея Ивановича Чуковского есть книга «От двух до пяти». В этой книге он собрал высказывания маленьких детей. Давайте-ка мы и посмотрим, как же говорили дети. Девочка четырех с половиной лет прочла сказку о рыбаке и рыбке. «Вот глупый старик!» – возмутилась она, просил бы у рыбки то новый дон, то новые корыта, попросил бы сразу новую старуху. Как ты смеешь драться? Ах, мамочка, что же мне делать, если драка так и лезет из меня? Еще раз повторяю, какие удивительные сказки у Корнея Ивановича Чуковского. Это «Айболи», «Крокодил», «Путаница», «Телефон», «Чудо-дерево», «Приключения Бибегона». И самое интересное, что эти книжки читали ваши бабушки и дедушки, ваши папы и мамы. Читаете вы. И я думаю, что будут читать и ваши детки. Потому что они настолько интересны, настолько полезны, что эти книги бессмертны. Обращаясь к нашим юным зрителям, скажите, а вы бы хотели стать президентом? Вопрос сложный, но интересный, и не каждый сходу может ответить. В детстве я бы, наверное, ответила, да, это же круто. Но сейчас понимаю, это, конечно, круто, но очень сложно и колоссально ответственно. К чему это я? А к тому, что провела очередной опрос среди наших теледеток на тему «Если бы я стал президентом». Послушаем. Женя, привет. Скажи, пожалуйста, вот для чего нужны знания человеку? Ну, чтобы потом быть умной, здоровой, чтобы все знать потом. А для чего нужно все знать, как считаешь? И вообще нужно все знать? Да. Хорошо. А зачем нужно все знать? Ну, чтобы потом поступить на работу и там работать хорошо. Женя, если бы ты стала президентом, что бы ты сделала? Сделала, чтобы люди могли жить где-нибудь. Где, например? В домах, в отелях. А как ты считаешь, президентом быть сложным или тяжело? Ну, тяжело. Почему? Там все надо придумывать, чтобы людям можно было зарабатывать деньги. Какой бы закон ты сдала бы, если бы стала президентом? Ну, чтобы знали правила дорожного движения. Если кто плохо учится, они могут стать доярками там, на птицефабрике, а кто хорошо там могут в школе, в детском садике и в больнице работать. Ты будешь хорошо учиться, да? Да. Пока я в больнице, а дальше я не знаю. А как ты считаешь, президент, что делает? Ну, управляет всем. Как? Ну, как управляет президент, что он делает, как он работает? Ну, он приходит в разные люди и там спрашивают у него или тоже по телевизору показывают. Как ты считаешь, президентом сложно быть или легко? Я думаю, сложно. Почему? Ну, потому что у него там много людей, он там много дел, дела, и он всегда ходит на встречи к людям. Скажи, пожалуйста, для чего нужно учиться, как ты считаешь? Чтобы потом стать умным, уступить на какое-нибудь образование, а потом на работу. Данил, ты бы хотел стать президентом? Да. А почему ты бы хотел стать президентом? Ну, потому что он в самой главной стране. Ты бы хотел стать самим главным. А как ты считаешь, это сложно или тяжело? Тяжело. Что для этого нужно делать? Что делает президент? Президент всегда подписывает бумажки, чтобы строили всякие дома, школы и так далее. А вот, допустим, ты президент, какой бы ты, может быть, закон бы и стал, вот о чем бы ты в первую очередь подумал? что вы всегда помогали без того мы будем. Расскажи мне, пожалуйста, для чего нужно учиться человеку, ребенку? Чтобы выучить, все потом против института, а потом уже на работу. Когда на улице слякать или льет дождь, а родители по горлу заняты, нужно срочно придумать занятия для детей. Их великое множество. Нужно только немного пофантазировать, покреативить. И, казалось бы, даже из простых вещей можно сделать что-то необычное. И, как всегда, вам в помощь наша рубрика «Мастер-класс». Наши мамочки с малышами всегда покажут вам что-то необычное. Сегодня у нас в гостях молодая мама Наталья Малышева. Всем привет! Меня зовут Наташа, а это моя дочь Аня. Поздоровайся. Привет! Осень – это прекрасная пора, когда созревает не только урожай, но и падают листья, из которых сегодня мы будем делать аппликацию под названием «Осенний июнь». Недавно у нас был утленник. Ты расскажешь нам стихотворение про осень? Да. Мы получим объявление при касании воскресенья всех сверенов костятом угостим лесным метком. Мед лесной у нас полезный, влагоняем все болезни. Угощаем, забивайте, дозим, мою не кровать. Замечательный цветочек, со мной синий огонечек, яркий, нежный и красивый, говорим тебе спасибо. Ань, я попрошу тебя раскрасить нашего львенка. Лицо у него будет желтым цветом, носик коричневый, а вот эти мочки ушей розовенькими, да? Да. А я пока подготовлю листочки. Для этого нам нужно заранее подготовленные листочки, собранные, высушить. Мам, можно я пока потрясовать? Да, конечно. Старым способом, либо через книжку, либо заранее погладить их утюгом. Мы сушили книжкой. Вот, обрезаем хвостики, чтобы было хорошо и удобно клеить. Аня будет готовить мордочку, да? Да. Можно использовать кремовые листья. Какие еще есть листья осенью красивые? Есть, например, коричневые. Коричневые? Это чьи такие листья коричневые? Ну, почти похожи на коричневые. А еще какие листья осенью есть? Желтые. Желтые. Ну, я видела зеленые. Зеленые еще бывают. Еще какие бывают? Красные. Красные. Это самый красивый, наверное, да? Да. С первого львенка мы уже раскрасили, мы его вырезали и теперь приступим к поклейке. Для этого на листочек дубль мы начинаем клеить нашу грибу. Берем клей. Берем клей. Ага. Давай выбирать. С чего начнем? Сверху, да? Какой листочек возьмем? Я хочу лепать. Ну, давай, мы его сейчас намажем щедро, клеим, да? Опа! Какая голова. Выбираем дальше, да? Выбирай листочек. Аналогично по кругу расклеиваем. Вокруг, вокруг этой головы расклеиваем песточки наши. Вот так прижимаем, чтобы схватилось. У нас прям король-лев получается. как будто бы корона, да? Да. Классно короля саду сделаем. Лев, это ведь сильное животное, да? Страшное. Страшное? Ты боишься? Я тоже боюсь. Если где-то в лесу встречу, я, наверное, испугаюсь. Но у нас не водят селег, к счастью. Мы нигде с тобой не встретим его. Мы не будем ходить по лесу. Они в лесу и не живут. А где? Где они живут? В Африке живут. Ну все? Мордочку? Да. Так. И давай разглаживать. Прижимай пальчиками, ногами. Вот так легко и просто можно сделать вот такого вот львенка со своим ребенком. Не важно два года ему, три года ребенок будет очень я думаю, что вашему малышу будет очень интересно и увлекательно заниматься вот таким занятием вместе с вами. Всем пока! Всем пока! Мы начинаем новую рубрику «Детская афиша». Каждую передачу будем рассказывать о самых веселых мероприятиях для детей и их родителей. Куда сходить с малышом? Как провести выходной? Я вам отвечу на эти вопросы. Итак, вот афиша на следующие пару недель. Там как раз будут каникулы. Краеведческий музей имени Воронина приготовил много полезных и интересных занятий для самых маленьких посетителей и школьников. Это цикл творческих занятий каникулы в музее. А еще в зале детского музея открылась выставка учеников детской художественной школы номер один имени Рябова под названием «Моя сказка в музее». А музей Эрзи приглашает детей в студию «Кисточка». Можете познакомиться с различными техниками акварельной живописи, посетить постоянную экспозицию музея, принять участие в экскурсии. Тема первой встречи «Живопись по-сырому». Юные художники напишут яркий осенний натюрморт с фруктами. Музыкальный театр имени Яушева ждет детей и их родителей на премьеру сказки «Храбрый портняшка». Любимые волшебники изумрудного города представлены перед юными зрителями в русском драматическом театре. Этот спектакль – постановка театра юного зрителя города Заречного. В Мордовской Республиканской детской библиотеке пройдет много тематических встреч. Будут мини-квесты, викторины, творческие занятия. А еще на каникулах читатели смогут совершить путешествие по библиотечному за зеркалью, а делу книгохранения. На каникулах будет что посмотреть каждому, даже самому искушенному зрителю. Всех призываю не сидеть дома, не скучать, а весело проводить время на каникулах. Друзья, давайте поиграем. Мы давно не разгадывали веселые задачки. Время исправится. Итак, первая задача. Какое число скрыто под машиной? Варианты ответа 78, 77, 87. Подумали? Верно, это 87. Моя очередь. Слушайте. Куда едет автобус? Вправо или влево? Вопрос сложный. Подумайте. Верный ответ. Автобус едет в левую сторону, так как двери автобуса расположены справа, а на рисунке их не видно. Идем дальше. У человека один, у коровы два, у ястреба ноль, а сколько у сороконожки? Варианты ответа 3, 4, 1, 5. Задача сложная, пускай вам помогают родители. Догадались? Итак, говорю верный ответ. Речь идет о букве О. У сороконожки их целых 4. Ирина, ну и задача. Ни за что бы не догадалась. Тогда я дам задачку посложнее. Посмотрим, справятся ли наши зрители. И ты тоже. Найдите лишнюю фигуру. Даю вам немного времени подумать. Задача с подвохом. Не спешите с ответом. Получилось угадать? Верный ответ первая фигура. Лиля, я не смогла разгадать. Объясни, почему первая. Логика задачки очень проста. В том, что номер один не содержит явных отличий от большинства. Номер два без белой рамки. Номер три единственный круг. Номер четыре зеленый, когда остальные все красные. Номер пять явно меньше остальных. Я думаю, хватит на сегодня задачек и пора прощаться. Что? Уже все? Да, или наша передача теледетки подошла к концу? Как же быстро пролетело время! Еще быстрее пролетят дни до следующей нашей встречи. Желаем вам, друзья, радости, улыбок, позитивных встреч и много-много, конечно же, веселья! До скорой встречи! Пока-пока! Пока-пока!